Салам алейкум, братья и сестры, цикл «Как легко научиться читать Коран». Я приветствую вас на третьем уроке, и сегодня мы выучим три буквы. Эти три буквы встречаются в Коране приблизительно 7250 раз. Итак, расслабьтесь и улыбнитесь. Сделайте глубокий вдох и отключите телефоны. Сконцентрируйтесь для получения знаний. Мы уже выучили букву МИМ, которая по форме похожа на микрофон. МИМ-микрофон. Большая круглая голова и длинный закрученный хвост. Также мы изучили букву БА, которая напоминает биту, а под ней мяч, или под нос, а под ним мяч. Мы и также выучили букву ВАУ. Вершина этой буквы напоминает округленные губы, а также есть толстый длинный хвост. Эта буква дает звук ВА, если поставить сверху знак Фатха. Также мы выучили букву ФА. Форма буквы похожа на телефонную трубку со звуками ФА, 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 исходящими из нее. Также ее форма напоминает согнутый указательный палец с цветком на вершине. Это буква ФА. Итак, мы выучили МА, БА, УА, ФА. Произносим на губах. Не стесняйтесь, попробуйте прочесть и практиковать это стихотворение. Особенно сегодня вы увидите, в чем польза этого стихотворения. Сегодня мы выучим три буквы, и для произнесения всех трех букв необходимо расположить язык между зубами. Не на много, всего лишь на миллиметр. Кончик языка должен как бы выглядывать изо рта. Вы можете попробовать сделать это, прижать кончик языка между зубами. Тогда вы почувствуете небольшое нажатие на эту часть языка. Не забывайте, что вам необходимо размещать кончик вашего языка между зубами. Давайте посмотрим, как это надо делать. Первая буква – это буква ТА. Как произносится буква ТА? Если представим, что моя рука – это верхние зубы, если это ваши верхние зубы, то язык лишь на миллиметр выходит за них. Кончик языка слегка касается верхних и нижних зубов. Не выпячивайте язык слишком сильно. Достаточно лишь на миллиметр коснуться кончиком языка до края верхних зубов. Лишь коснуться и мягко выдохнуть. Как запомнить ее форму? Помните, у нас были раньше поднос? Представим, что это поднос, и на нем три фрукта. Кстати, число три на арабском звучит как «талатха». Тот же самый звук, что и в английском слове «три». То есть «талатха» – это «три». «Три» на арабском «талатха». И также фрукты на арабском будет «тамар». Это слово тоже начинается с этой буквы. «Талатха-тамар». «Три фрукта». «Три фрукта». «Талатха-тамар». «Три фры». «Три точки» означает, что это буква «тса». «Три точки» на подносе – это буква «тса». «Три точки» располагаются чуть выше черты, и это их местоположение. Три точки. Как произнести эту букву? Посмотрите, пожалуйста, на картину. Как я и говорил, коснитесь кончиками языка своих верхних зубов. Кончик вашего языка должен касаться верхних зубов, и слегка выдохните со звуком. Лишь миллиметр кончика языка должен быть виден. Не выдвигайте слишком большую часть языка. Достаточно лишь миллиметры. Небольшую часть. «Та-та-та-та-та». Давайте напишем. Надеюсь, вы практиковали написание арабских букв из первых уроков по прописям. В арабском языке есть четыре набора линий для букв, и если вы хорошо изучите их, то вам будет легко запомнить. Я дам вам в упрощенном варианте, как в детских прописях, горизонтальная линия, спящая линия, скользящая линия. Это один набор. А также есть четверть круга, полкруга, полный круг. А также есть поднос, маленькая чашка и большая чашка. И последний набор, форма языка, маленькая и большая буква С. Итак, это были четыре набора прописанных линий. Горизонтальная линия, спящая линия, скользящая линия, четверть круга, полкруга, полный круг, поднос, маленькая и большая чашка, форма языка, маленькая и большая буква С. А теперь давайте напишем букву «Та». Как она пишется? Просто используйте линию в виде подноса с тремя точками наверху. Поднос с тремя точками наверху. Вот так просто пишется буква «Та». А как мы пишем букву «Та» в сокращенной форме? Очень просто. Так же, как в случае с буквой «Ба», буква «Та» располагается в нижней позиции. Буква как бы спит, лежит, а ее вершина, голова, расположена справа. Вот здесь у нас голова, а три точки мы смещаем сюда и ставим соединитель. Вот так просто пишется буква «Та» в сокращенной форме. Два шага. Найдите у буквы «Лицо». Поставьте соединение, смести в точки. А здесь у нас представлена буква «Та» в полной и сокращенной форме. И как я уже говорил, почти все арабские буквы имеют соединители от предшествующих букв. Они предназначены для курсивного написания, то есть это будет буква «Та», и здесь тоже будет буква «Та». А здесь представлены примеры буквы «Та» в разных словах, полной и сокращенной формах соединителями от предшествующих букв. Их вы можете увидеть в ниже приведенных примерах. А если над этой буквой сверху вы поставите знак «Фатха», то получится звук «Та». «Та», 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 «Та». Давайте еще раз. «Та», 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 «Та». То есть звук очень похож на звучание самой буквы. Давайте сейчас возьмем вторую букву. И вторая буква – это буква «ЗАЛ». Как нам запомнить форму буквы «ЗАЛЬ»? Здесь представлена преувеличенная картина языка, выходящего между зубами. Язык, который выходит между зубами. Не высовывайте кончик языка так сильно. Мы преувеличили это на картинке, просто чтобы помочь вам запомнить букву. Дело в том, что кончик языка напоминает полукруг буквы «ЗАЛЬ» с точкой наверху. Когда вы видите точки над буквами, то зачастую, в большинстве случаев, за исключением одной буквы, это означает, что вам необходимо произнести эту букву более усиленно, с давлением, вот так. «ЗАЛЬ», 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 «ЗАЛЬ». Как произносятся звуки у этой буквы «ЗАЛЬ», 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 «ЗАЛЬ». Вам необходимо дотронуться кончиком языка до края верхних зубов и выдохните сильным звуком. Для буквы «ЗАЛЬ», той буквы, которую мы первые изучили сегодня, выдыхание воздуха было слабым, так как это слабый звук. «ЗАЛЬ». А в этом случае это сильный звук. «ЗАЛЬ». «ЗАЛЬ», «ЗАЛЬ». Не высовывайте язык слишком далеко вперёд. Как пишется буква «ЗАЛЬ»? Очень просто. Помните, мы говорили о видах прописанных линий? Стоящие, спящие, лежащие линии. ЧЕТВЕРЬ КРУГА, ПОЛУКРУГ, КРУГ, ЧАШКА, ПОДНОС, БОЛЬШАЯ ЧАШКА, ЯЗЫКЬ, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ БУКВА С. В данном случае мы будем использовать линию полукруг и сверху поставим точку. Полукруг похож на кончик нашего языка и точка, которая символизирует ту самую точку касания верхних зубов. И при этом сильно со звуком выдыхаем воздух. ЗА, ЗА, ЗА. Что насчёт сокращённой формы? Буква «ЗАЛЬ» слишком тонкая и маленькая. Звук «ЗА», но буква «ЗАЛЬ». Так же, как и буква «ВАУ». Буква «ЗАЛЬ» слишком тонкая и маленькая. У неё нет широкого лица, поэтому у неё нет сокращённой формы. А есть лишь полная форма. У тонких букв отсутствует сокращённая форма. А есть лишь полная форма. У тонких букв отсутствует сокращённая форма, а значит, после неё нет соединителя. Она не соединяется с другими буквами, потому что она и так тонкая, хрупкая, а если соединится с другими буквами, то совсем затеряется. Её невозможно будет распознать среди других букв слова. То есть, вот буква «ЗАЛЬ», и это её полная и сокращённая формы. Они совпадают, так же, как у буквы «ВАУ». Но у обеих этих форм могут быть соединители от предшествующих букв. И чтобы вам легче было распознать букву при чтении, здесь есть один интересный и несложный момент. Буква «ЗАЛЬ» пишется вот так, в полной и сокращённой форме. Её соединители располагаются внизу. Обратите внимание, её соединитель внизу. Чтобы написать букву, вам не нужно ввести линию по кругу. Всё, что вам нужно сделать, слегка закруглить линию и поставить сверху точку. Линия идёт наверх, а сами ставим точку. Если вы выделите соединитель буквы таким образом, то её легко будет распознать. Как видите, мы применили небольшое изменение формы буквы. Совсем небольшое. Но помните, необходимо поставить соединитель внизу, потому что если соединитель поставить сверху, это будет другая буква, буква «ЗАА». А у нас буква «ЗАЛЬ». Итак, здесь примеры буквы «ЗАЛЬ» в полной и сокращённой форме с соединителями от предшествующих букв. А теперь давайте попрактикуем чтение буквы «ЗАЛЬ» со знаком «ФАТХА». Давайте ещё раз. Давайте теперь перейдём к третьей букве, букве «ЗАЛЬ». Эта буква очень большая, высокая и ёмкая. Мы вот так её произносим. Мы выучим сегодня с вами три буквы «ЗАЛЬ» и «ЗАЛЬ». Это строчка из стихотворения, 12 букв на кончике языка. Эти и другие буквы произносятся с участием языка. Мы выучим всё стихотворение чуть позже. А сейчас поговорим о букве «ВАЛЬ». Представьте, что есть шарик, и из него выходит воздух. Как это происходит? Если попытаться остановить этот выходящий воздух с помощью палки, то какой получится звук? Поскольку вы останавливаете дуновение воздуха, очень насыщенный и высокий звук. Это звук буквы «ВАЛЬ». И на что похожа её форма? Она похожа на большой шарик. Как мы помним, у неё большой животик с палкой наверху. И помните, что я говорил вам относительно точек над буквой? Наличие точки над буквой означает, что при её произнесении из вашего рта происходит усиленное выдувание воздуха. Это очень плотный и высокий звук. Как произнести «ВАЛЬ»? Все три буквы, которые мы выучили сегодня, «СА, ЗА, ВАЛЬ». Все они исходят из одной точки. Дотроньтесь кончиком языка до края верхних зубов и выдувайте воздух с очень плотным и высоким звуком. «ВАЛЬ». Вы мягко касаетесь кончиком языка. Получается «ТА». Затем в этом же месте касаетесь верхних зубов и выдуваете чуть сильнее воздух. Получается «ВАЛЬ». А в этом случае выдуваете воздух с очень плотным и высоким звуком. «ВАЛЬ». Что мы имеем в виду, говоря очень плотный и высокий звук? В этом случае нам приходится высоко приподнимать спинку языка. Как вы видите, это на картине. «ВАЛЬ». «ВАЛЬ». Так звучит буква «ЛО». 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 Интересно, что те люди, кто рисовал букву «ЛО», то они помнят, что она напоминает по форме приподнятый язык. У буквы как бы приподнятый язык. Обратите внимание на схему произнесения «ЛО». И на форму буквы. Ее животик круглый, похож на шарик или на приподнятый язык. Я бы сказал, на сдувающийся шарик с палкой у вершины и точкой. Это и есть буква «ЛО». И это удивительно. Тот факт, что форма буквы и схема ее произнесения соотносится с положением языка. Давайте теперь напишем букву «ЛО». Она пишется очень просто. Сейчас я сотру лишнее и напишу вам ее. Сначала вы рисуете форму языка. Давайте представим, что это язык. И напишите сверху линию, а также точку, чтобы показать, что это буква с усиленным выдуванием воздуха. «Ва». Видите, очень просто. А теперь давайте разберем сокращенную форму этой буквы. Итак, вот у нас буква «ЛО». И мне необходимо найти ее лицо. Для того, чтобы определить лицо, мы начинаем с вершины, или как в случае с «БА» и «ТА» справа. «Но если я начну с вершины, то я не найду ничего, кроме длинной линии, до тех пор, пока не достигну нижней части». Поэтому лицом буквы является ее полная форма. И теперь, когда вы определили лицо, вы понимаете, что лицо буквы – это и есть вся сама буква. Но поскольку у нее есть лицо, то также есть и соединитель. То есть полная и сокращенная формы в данном случае совпадают. То есть это вся буква, и у нее есть соединитель. В сокращенной форме у нее есть соединитель. Посмотрите, вот полная форма буквы «ЛО». Это не тонкая буква, и у нее есть лицо и соединитель. Итак, у сокращенной формы есть соединитель. А также она имеет соединители от предшествующих букв. Лишь у таких тонких букв, как «ВАУ» нет соединителей после себя. Также нет соединителя у буквы «ЗАЛЬ», потому что она тоже тонкая. Но в случае с буквой «ЛО» – это толстая буква. Ее полные и сокращенные формы совпадают, и есть соединитель. Здесь у нас примеры буквы «ЛО» в словах. В верхних примерах полная форма без соединителя. А внизу буквы соединителями от предшествующих букв. Давайте попрактикуем чтение буквы «ЛО» со знаком ФАТХА. «ЛО», 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 «ЛО». Очень плотный и высокий звук. Эта буква плотная, высоко звучит. Вы не говорите «ЛО», а говорите «ЛО», то есть плотно, очень высоко. «ЛО», 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 «ЛО». Давайте попрактикуем чтение новых букв этого урока. Постарайтесь читать вместе со мной, или хотя бы повторяйте за мной. «ЛО», 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 «ЛО». Произносим мягко. «ЛО», 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 «ЛО». Это очень плотно читаем. «ЛО», «ЛО», «ЛО». Не путайте буквы. Дело в том, что у каждой буква уникальное звучание или написание. Обратите внимание на картину и не смешивайте их звучание или написание. Яблоко не похоже на апельсин, и это подобно примеру с буквами. Здесь у буквы «Ба» только одна точка снизу. Не сверху, а снизу. Обратите внимание, у буквы «Ба» точка располагается снизу, а у буквы «Та» три точки над буквой. Три точки у «Та». В первой строчке представлены полные формы этих букв, а на второй строчке сокращенные, а на третьей строчке – соединителями. Давайте повторим то, что мы изучили на предыдущих уроках. Можете прочесть вместе со мной? Фа, ма, уа, фа, 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 ма, ба, ма, фа, the, ба, ма, ба, уа, фа. А теперь давайте поиграем в игру. Я покажу вам разные слова, вы будете находить необходимые буквы. Где буква «Та»? В конце слова, предпоследняя буква. В букве «Та» три точки. Где буква «Та» в этом слове? Три точки. Последняя буква. Где буква «Та» в этом слове? Три точки. Вы никак не можете ее перепутать. Это вторая буква. Где буква «Та»? У буквы «Та» одна точка сверху. Вот она, третья буква. И точка представляет усиленное выдыхание воздуха. Где буква «Та» в этом слове? Слишком просто. Это первая буква. Где буква «Та»? Очень плотный и высокий звук, а форма буквы напоминает язык. «Та». Вторая буква. И у нее стоит точка, символизирующая сильное выдыхание воздуха. Где буква «Та» в этом слове? Это первая буква. Где буква «Та» в этом слове? Это последняя буква. Итак, мы выучили. Произносим на губах. Языком произносим множество букв. 12 из них на кончике языка. 12 букв произносится с помощью кончика языка. Давайте зачитаем стихотворение, применяя действие. И на верхнем пальце изображены три буквы, которые мы выучили сегодня. На этих четырех пальцах деление. Итак. И все вместе, если считать, то получится 12 букв. Необходимо прочесть вот так. Очень плотно и высоко. Более подробно поясню на будущих уроках. А сейчас повторим слова разговорного арабского. «Уа» означает «он». «Ум» означает «они». «Анта» — «ты», «антум» — «вы». «Ана» означает «я». «Нахну» означает «мы». «Мы» добавляем два слова. Повторите, пожалуйста, за мной. Давайте еще раз. «Антум, ана, нахну, ана, нахну, хуа хум, анта, антум, ана, нахну, ана, нахну». На сегодня это всё. Увидимся на следующем уроке. Спасибо за внимание. Хотите получать вознаграждения, равные нескольким месяцам непрерывного дауата, а то и больше? Делитесь нашими роликами с родными и близкими в ваших социальных сетях. И помните хадис посланника Аллаха, указавшему на благое, полагается такая же награда, как и совершившему его.